Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Предлагается вашему вниманию четвёртая часть лекции номер пять. По дисциплине электротехническое материаловедение. Это онлайн-курс. Я, Драганова Маргарита Анатольевна, автор этого онлайн-курса, магистр, старший преподаватель кафедры энергетической системы, Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагина. Дисциплина электротехническое материаловедение предназначена для студентов специальности электроэнергетика. В лекции номер пять, которая состоит из шести подлекций, мы рассматриваем конструкционные материалы. Общие свойства конструкционных материалов мы рассматриваем в первых двух лекциях. Конструкционные стали мы сейчас рассматривали и закончим. Также цветные металлы и сплавы и бетон, железобетон. Ну, это мы все рассмотрим с вами. Значит, сейчас все-таки продолжим пункт конструкционные стали. Мы их классификацию начали рассматривать. Продолжаем. В качественных сталях, это от 8, 8, 10 и до 85, то есть СТ-08, СТ-10, СТ-15, СТ-20 и так далее, так далее, так далее. И до СТ-85 цифры означают содержание углерода в сотых долях процента. В них более строгие ограничения на содержание фосфора, серы и других неметаллических включений. Содержание углерода, как мы знаем, принципиально меняет свойства стали. Это значит, что низкоуглеродистые, то ли с низким содержанием углерода, обладают низкой прочностью, низкой упругостью, зато они высокопластичны и с большим удлинением до разрыва. То есть они тянутся очень хорошо. И также они очень хорошо свариваются. Такие стали применяют для штамповки, сварки ответственных узлов и тому подобное. Высокоуглеродистые же стали обладают, допустим, повышенной прочностью, больше 700 мегапаскаль, износа устойчивостью, упругостью. Применяют для изготовления, допустим, рессор, пружин и тому подобное. Дальше рассматриваем добавки в конструкционные материалы, такие как легированные. Легированные стали отличаются добавкой легирующих элементов. Там в классификации идет А. Азот, Г. Русская. Марганец, Н. Никель, С. С. Кремний, Т. Титан, Х. Хром, Ю. Алюминий. Цифры в начале названия означают содержание углерода в сотых долях процента. А цифры после букв означают содержание легирующего элемента в процентах. Например, в популярной марке нержавеющий сталь 12Х, 12Х, 18Н, 10Т содержится 0,12% углерода, вот 12%, 18% хрома, 10% никеля и 1% титана. И вот в зависимости от таких добавок можно резко усилить те или иные свойства стали. Специальные стали с магнитными свойствами, основанные на установлении структуры феррита или мартенсита. Чистые ферритные низкоуглеродистые легированные кремнием стали являются прекрасными магнитомягкими материалами для, допустим, трансформаторов. Мартенситные сплавы с большим содержанием углерода, около 1%, легированные, допустим, кобальтом и хромом, образуют семейство магнитотвердых материалов. Из них изготавливаются магниты. На этом мы закончили, значит, изучение сплавов. Теперь цветные металлы из сплавов. Как цветные металлы вместе со сплавами? Наиболее распространенными из цветных металлов являются медь, алюминий, олова, титан, а также тугоплавкие металлы молиден и вольфрам. По механическим характеристикам, как конструкционные материалы, цветные металлы, как правило, уступают стали. Кроме того, они более редки и дороги. Поэтому применяются они там, где нужны особые характеристики. Например, вес конструкции, коррозийная стойкость, электропроводность, пластичность и тому подобное. Для самолетостроения, судостроения, космической техники используют сплавы алюминия и титана. Алюминиевые сплавы имеют характерную прочность примерно на уровне рядовых сталей около 300 мегапаскаль. При этом удельный вес, плотность, примерно в три раза меньше. Д это 2,7 тонн на метр кубический против 7,9 тонн на метр кубический у железа. Можно выделить две основные группы сплавов алюминиевых. Дуралюмин, представляющий собой сплав алюминия, меди и магния. И силумин, представляющий собой сплав алюминия с кремнием и с добавкой магния и марганца. Первые являются деформированными прочными сплавами, пригодными для штамповки и используемыми для изготовления рестов, профилей и тому подобное. Один из популярных сплавов Д-16 имеет временную прочность 540 мегапаскаль. Удлинение до разрыва 11%. Силумины пригодны только для литья, так как они достаточно текучи, обладают малой усадкой и не образуют горячих трещин. Прочность их, к сожалению, невелика, около 200 мегапаскаль, а удлинение до разрыва 2-4%. Вторые по значению сплавы меди, а именно латунь и бронза. Латунь является сплавом меди с цинком. Обычно для деформируемых латуний в марке после буквы L следует цифра, означающая процент меди. Например, L-63 содержит 63% меди. Если еще есть буквы и цифры, это означает наличие и содержание лигирующих элементов. Из деформируя их латуни делают листы, ленты, трубы, проволоку. Один из сплавов L-G-M-C-59-1-1 имеет временную прочность до 700 мэпа, удлинение до разрыва 50%. Бронзы являются сплавами со многими другими компонентами. Обычно это олово, алюминий, кремний, цин. Они коррозийно-стойкие, прочные, имеют высокие технологические характеристики. Ряд бронз обладает высокой упругостью и используется для изготовления пружин. Свинцовые бронзы обладают высокими антифрикционными свойствами и используются в подшипниках. На этом мы заканчиваем нашу лекцию. Ждем продолжения. Пятую, шестую осталось нам. Продолжение следует... Продолжение следует...